Маленькая история о больших друзьях. Туапсинский Кьюз открыл 27 сезон новым спектаклем. Это музыкальная сказка-притча о великом потопе по пьесе немецкого драматурга Ульриха Хуба. Ее главные герои – трое друзей-пингвинов, которые стали героями библейского сюжета и за полтора часа завоевали любовь юных и взрослых зрителей. Кроме постановки, для гостей подготовили немало сюрпризов. Вместе с Туапсинцами на премьере побывала Юлия Хворостянова. Говорят, что театр начинается с вешалки, но сегодня в такой важный для ТЮЗа день первым делом внимание гостей привлекает музыка. Вечер начинается с подарков – выступления камерного оркестра, розыгрышей билетов, книг и годового абонемента. 27-й театральный сезон официально открыт. Очередная появляется возможность у наших жителей найти время для отдыха. Ну и, конечно, приятно, что Единая Россия, что администрации и как районы, и как города чуть-чуть приложили свое участие. Пожелаем этому новому сезону состояться, чтобы как можно было больше благодарных жителей, ну и, соответственно, чтобы наши жители смогли отдыхать, найти время для отдыха в хорошем, подготовленном для этих помещениях. Премьера спектакля «Маленькая история о больших друзьях» проходит в отремонтированном зале с новым светом и плазменными экранами. Ты воняешь. Ты тоже. Перестаньте ссориться. Ну он воняет. Все пингвины немножко пахнут рыбой. По сценарию трое немного вредных друзей пингвинов живут тем, что ссорятся, мерятся и размышляют о жизни. Одной из волнующих тем становится Бог. Но даже такие серьезные разговоры актеры умело разбавляют юмором. Комедия – это уже интересные какие-то перипетии сюжета. Это всегда весело и здорово. Для детского зрителя, конечно же, это необходимая составляющая детского спектакля. Но при этом очень хорошие какие-то глубокие мысли заложены в пьесе. Поэтому выбор и пал на этого драматурга, на эту пьесу. Бог сказал, а что так рыбой пахнет? А это от нас. Мы всегда так пахнем. В определенный момент развития сюжета героям прилетает голубка и сообщает о всемирном потопе. Двое пингвинов получают билеты на ковчег, но хитростью провозят на судно третьего. Все 40 дней именно столько. По библейскому сюжету земля находилась под водой. Главные герои по очереди прячутся от голубки, у которой и без них хватает забот. Буравей потерял свою подружку и везде ее ищет. И дой, и лучший помощник. Только и слышу, сделай то, сделай это. Давай, пошевеливайся. И еще ди разу, и сказал, спасибо. Работа над «Маленькая история» началась еще в марте. Над костюмами и декорациями работала художница из Санкт-Петербурга Ольга Горячева. Музыку писал известный кубанский композитор Валентин Демин. Актеры разучивали тексты и месяцами репетировали. Результат трудов труппы очевиден. Результат трудов труппы очевиден. Маленькая история о больших друзьях, ценная монета в копилке театра. Труппа надеется, что в зале всегда будет ошла, как сегодня, а гостевая книга пополнится десятками восторженных отзывов. Юлия Хворостянова, Алексей Кузьмин, телеканал Орленок ТВ. Юлия Хворостянова, Алексей Кузьмин, телеканал Орленок ТВ. Юлия Хворостянова, Алексей Кузьмин, телеканал Орленок ТВ.